приветствую доброго времени суток всем кто меня видит и слышит с вами как всегда карги и это уже вторая серия аниме паразит вторая серия демон во плоти и студенточка нет неужели работаешь в офисе серьезно не может быть ты же просто бомба почему бы немного не развали и он происходит идем отсюда крутой чувак какой-то набрался наглости шутить с нами а все ясно один из паразитов этих четверых за раз мне ни за что не переварить 4 перестарался зря второй раз ударил а лицо пожалуй стоит сменить черт что не хочешь больше идти в полицию я стану легкой добычей для паразитов придется все-таки с тобой сотрудничать мудрые решения послушай а у тебя есть имя нет я ведь не человек и не домашнее животное но нам назвать как не могу же я звать тебя все время и ты или рука как миги на вашем языке означает правая рука как-то слишком прямолинейно интересует концепция имен ну короче его вообще ни черта не интересует ну потому что понимаете да вот снова же возвращается к тему тому что вот он свободен от всего этого шаблонизма забросит давай чувак эй миги давай спасай что это снега и миги а нога и ревнует миги спасай 4 полезно 3 2 1 спасибо миги спасибо брата чтоб тебя хит зуми да ладно слушай прости я совсем тогда не хотел тебя лапать моя рука сама потянулась и прости и правда честное слово не точно сговоришь сейчас обидел может я и прощу тебя если в воскресенье утром угостишь меня блинчиками и еще полопаешь полопаешь тогда пеняй на себя больше никогда обещаю не говоришь никогда 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 не говори никогда чувак все хорошо я в порядке ну ты что вытворяешь мне стало интересно как спариваются люди хотел спариться с той самочкой что спариться ничего подобного и дзуми надо поговорить чё тебе надо на разборке ну давай выйдем на разборке репетируешь сам собой как будешь девчонок клеить да да нет мне надо переодеться а ну стой ты что не знаешь что мне мурана нравится что правда будем драться может не надо ничего надо но зачем дело не можешь ответить а ты чуть себя крутым возобнил да если миги ударит как в прошлый раз нога и не поздоровится ты просто слабак и что прекрати научись сдерживаться дурень дурень это так вы люди называете тех кто глупее вас вдруг ты его убил не бойся странно вообще он никого не пытается съесть кстати шиничи так долго терпеть вредно для здоровья просил же не разговаривать со мной на людях гениальный попробовать вызвать эрекцию твоего полового органа что ты сказал еще чего что ты творишь молчать иди за чистотой а то дерматофиты вызвать зуд в паху заткнись что это ты своим маленьким другом разговариваешь шутки гениальны и тут просто гениальны людей буквально разрывают на куски и так по всему миру в интернете появилось много видео с растерзанными телами убийца все еще на свободе к тому же один человек не может совершить столько убийств в разных местах одновременно похоже это не просто маньяк а какой-то культ или секта начало эпидемии кстати у тебя ведь брат детектив но он мне ни слова не скажет об этих убийствах ну да ясно дело если подумать полиция и правительство наверняка уже что-то предпринимает но думай во-во-во-во пищи для размышлений надо бы научиться прятаться это опять один из ваших новые жертвы мясника убийцы определенно помнишь мы видели собаку паразит который в ней жил ел только собак явно же что те кто живет в людях должны есть людей отсюда следует что мы каннибалы о чем задумался и мы должны молчать об этом что значит должны молчать нельзя же все так оставить они что значит так оставить слушай только мы знаем о паразитах если ничего не делать будут еще жертвы тогда что тогда если я расскажу о тебе и отдам тебя на исследование о чем ты говоришь какая-то странная у тебя логика да нет мой вид просто питается это естественно не живые существа должны питаться или тебе неприятно что поедает твой вид конечно человеческая жизнь бесценна не понимаю для меня ценна только моя жизнь никогда не думал о том что жизни других существ тоже могут быть ценным об она ну конечно ты же животное насекомое ты что пытаешься выказать презрение ну да если ты предпримешь попытки навредить мне я сделаю все что в моих силах чтобы пресечь их и как же ты выживешь без меня ты ведь паразит мало конечно я сохраню тебе жизнь но ничто и помешает мне лишить тебя языка или зрение или например отнять у тебя слух чувствую ты жутко испугался иди-ка лучше поспи мило как он после этого будет спать к слову а почему он новые жертвы мясника убийцы шейничи изучив материалы о демонах я понял что больше всего на них похож человек люди убивают и поедают множество жизненных форм в то время как мой вид только одну или две мы куда скромнее упала даже слушать такие рассуждения не хочу черт глаз убивают и только я знаю кто настоящий убийцы мы фарш новые жертвы мясника убийцы мы фарша глупые людишки чему удивляться вы сами превращаете в фарш коров и свиней не моргнув и глазом вот уж не ожидал один из наших последний че рядом это приближается кто-то рядом один из наших где-то в толпе слева от нас это точно здесь слишком много людей чтобы я мог определить кто это на держаться подальше один неверный шаг и придется сражаться насмерть давай быстрее он нагоняет хочет пригласить нас в общество анонимных любопытно сейчас еще будет разговоры лидера у нас никто не увидит трудно понять человеческую психологию это кажется дрожишь от страха тогда зачем это затем что уже столько людей убиты если бездействовать это возможно и мурана ты говоришь мне стоять и смотреть хотя я знаю кто убийца я буду сражаться ради человечества ради человечества да и для этого мне нужна твоя помощь пожалуйста прошу помоги мне миги 5 метров все он уже сзади привет понятно так вот почему ты убегал мозг человека остался нетронутым а ведь он представляет опасность замолчи чудовище то остановись если нападешь на этого человека я убью тебя погоди-ка я все ясно я понимаю почему ты так поступаешь господин правая рука ты можешь просто перебраться ко мне перебраться переселение сейчас невозможно разве тебе еще учиться и учиться ты прав что нельзя переселиться из простой структуры вроде руки в более сложную как голова но из руки в руку легко о короче он приглашает он убьет чинич и заберет но что я освободил место специально для тебя теперь ты мне веришь давай будь моей правой рукой мы станем сильнее разделив с тобой организм носителя чем дело убей уже этого человека иди ко мне я теряю ценную кровь если мы объединимся в этом теле то сможем прожить более 140 лет о вот это интересно испытываешь мое терпение у тебя не будет выбора когда я снесу голову этому человеку люди всего лишь фарш о как с ума сошел да как ты посмел мое тело мою почему я вот этого не понимаю ты спас мне жизнь просто я не был уверен что переселение возможно для меня ценно только моя собственная жизнь он стал спать короче для него лучше стопроцентный вариант что жалко не предпочел мою жизнь жизни того паразита своего собрат скорее всего он просто хотел спасти собственную но все же эй миги мы видим он отключился миги спит блинчики о свиданка свиданка как-то не проявляешь энтузиазма что вовсе нет как-то не убедительно да ладно если бы ты знала что у него в руке ну ладно типа смешно о как почему консерватизм из-за того что вокруг творится а это понять можно и хотелось бы чтобы меня на фарш порубили если мурана узнает о миге она придет в ужас ничего как что-то не так мурана тебе зверюшки нравится издалека издалека зашел очень издалека нет это что такое ну почти пазела моя очередь промазал на что появились силенки давай что это с ним парни прекратите что мы же просто играли это играете куда они просят животные не игрушки они живые такие же как и вы вот зануда издеваешься не надо я вот знаю но не надо да врубил человека паука паучье щитье хотите чтобы я вас съел опана а он серьезно пойдем классный пейзаж от души нарисован миги был прав люди больше всех похожи на демонов не знаю что сказать да по своему образу и подобию ой 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 мама если честно я боюсь как бы сейчас миги не проснулся проснулся слава богу полотенцем и да и Ведь все тот же шиничает Зуми, правда? Да, нет, конечно. Конечно, хм. Ого. Видимо, это паразиты. И у них любопытство по поводу спаривания. Изучают, изучают, изучают себя, изучают собственные тела, чтобы понимать вообще, что за фигня творится с человеком. Да, здесь реально крутой вопрос был поднят по поводу того, человек, это важна его жизнь, а другая не важна и так далее. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, горгульчикам и горгулятам. По скриптам, код Геос выкладываю на Бусти без ограничений в открытом доступе. Итак, вы знаете, на самом деле здесь помнят очень-очень сильный вопрос о ценности человеческой жизни. Почему человеческая жизнь должна быть ценнее другой жизни? Человеческая жизнь бесценна. Для меня ценно только моя жизнь. Все зависит от точки зрения. Вот, например, есть паразит, новое существо. Между прочим, высший кищник на этот раз, имеющий такой же интеллект, как у человека, который способен обучаться как человек, но также имеет намного более опасные свойства, которые ставят его выше. И его ценность, его жизнь для него намного ценнее человеческой жизни. То есть, вот в чем вопрос, когда мы, человек, ставим свою жизнь выше жизни планеты, выше жизни деревьев, выше жизни кур, свиней и так далее. Люди убивают и поедают множество жизненных форм. Мой вид, только одну или две. Мы куда скромнее. Это правильно или неправильно, в конце концов? Нет, ну знаете, тут даже не вопрос о том, правильно это или нет, а вопрос в том, что если мы встретим другой вид, то мы должны будем знать, что для них мы фарш. На самом деле, вот если кто смотрел фильм «Звездный десант», не знаю, да, также есть книга, там очень интересный, на самом деле, вопрос поднят о том, что вот человеческая жизнь есть, да, но также есть жуки, и жуки также ценят. И жуки, вот вроде бы, паразиты, вот кошмарно, да, но также они ценят свою жизнь выше человеческой, поэтому они дерутся. Вот такой интересный вопрос в данном моменте поставлен. Между прочим, в некоторых культурах из-за того, что, например, мы в некоторых культурах, которые убивают животных, они потом просят у них прощения за то, что они забирают их жизнь и даже как-то раскаиваются в этом моменте. Вот есть даже такие моменты. Но вот что самое интересное, с очень холодным логическим расчетом здесь представлены эти паразиты, даже подобрее этих людей, потому что... Вот давайте вот рассмотрим вот тот момент в начале, который мы видели. Мы видели, как и снова же человеческие грехи. Нас постоянно знакомят с человеческими грехами. Вот «Демон воплоти» данная серия называется. Тут постоянно человека, мягко говоря, принижают в сравнении с этими существами. Потому что эти существа, да, питаются. Их можно, вот прямо этот паразит сказал, каннибалами, можно назвать. Но питаются только собственным видом, вы понимаете? А другие их вообще не трогают. Это что может означать? Это означает, что это хорошо или что это не очень хорошо? Вот честно, на самом деле, ответа на данный вопрос я не могу найти вообще. И так, ну и конечно же не могу обделить я шутки в данной серии. Это было гениально, великолепно. Мне стало интересно, как спариваются люди. Дай попробовать вызвать эрекцию твоего полового органа. Что ты творишь? Прекрати! Вы понимаете, в чем дело? Животное начало. Человеческое животное начало. Наш основной инстинкт, который нас вперед ведет, понимаете? Это желание размножаться. Желание сохранить, между прочим, основной инстинкт самосохранения у человека. Ну да, основной инстинкт самосохранения. И как сохранить наш вид? Продолжить его? Понимаете? И отсюда все идет. Вот отсюда весь этот фрейд. Весь этот... Все эти эти... Копать и так далее. Понимаете? И вот этот паразит, вот понимая это, ему было очень интересно. Вообще, как вы это делаете? Ну-ка, давай-ка, вызовут дверь. Это было реально забавно. Но при этом это было забавно. Но вполне... Вот я вполне понимал с точки зрения... Его с точки зрения того, что он хотел увидеть не из похоти, а из понимания. Вот как это вообще, черт возьми, что творится. Знаете, между прочим, очень-очень классно было проведено сравнение человека и паразита, сверхсущества. Смотрите, у нас есть такие вещи, как мы должны эмоционально... Вот мы человек к человеку должны эмоционально друг к другу прийти. Понимаете? Вот эмоционально с друг другом они должны воздействовать. Эмоционально друг друга привлекать. Эмоции должны включаться. Понимаете? Вот какая-то химия должна быть. Какое-то душевное состояние друг к другому человеку. И понимаете, были такие теплые цвета, когда хиичи вместе с Мураном гуляли. И вдруг нас в конце переключают. Это было классное сравнение. Переключают к паразитам, которые должны спариться. Потому что так надо. И все. Без эмоций и без всякой фигни. Ради эксперимента. Самый такой, на самом деле, самый откровенный человеческий акт. Они, мягко говоря, обездушили. Понимаете? Обезэмоционалили. Господи, какие слова я тут сейчас придумываю на ходу. Бред. И заметили, что даже расцветка данной сцены, я имею ввиду паразитов. Оно было таким, знаете, холодным, мертвым и так далее. Вот прямо сами краски нам намекали, что вот это и что вот то. Обычно вот в кинематографе так положено. Типа темные, синие, холодные цвета, это боевики и так далее и тому подобное. А хорошие, красочные, приятные цвета, это к романтическим. Или комедиям. Знаете, также потом еще сцена с животным. Мне это было на самом деле крайне любопытно. Сцена с животным. Знаете, вот эта сцена с животным, вот смотрите, вот какой интересный момент. На самом деле эту сцену с животным нам не просто так показали. Если сравнивать, смотрите, вот сравним две аналогичные сцены. Вот серьезно я сейчас говорю, сравним две аналогичные сцены. Сравним сейчас паразита, который спас. Вот смотрите, паразит, это очень глубокий момент, очень глубокая серия на самом деле Так вот, паразит, который спас щенича от своего Понимаете? И щеничий, который спас кота от своих же Хотите, чтобы я вас съел? Вот мне эти сцены показались очень такими схожими по настроению, по контрасту Не знаю, я сейчас, может быть, слишком перемудрил Но это для меня что-то означает В основном, если примитивным языком сказать, что паразит и щеничий имеют одно и то же моральное развитие постепенно Вот как-то мне так показалось И закончу на самом деле такими интересными словами, которые сказал Аристотель в свое время Который первым вообще за всю человеческую историю Ну, по крайней мере, его труды по этой теме дошли только Сказал, что чем человек отличается от животного? Человек отличается от животного тем, что человек может понимать концепцию добра и зла И справедливости, и несправедливости Но вовсе, ну знаете, никто не говорит, что человеком может быть обычный паразит Снова же вспоминаем великого хеллбоя Демон защищает людей И сравнивание снова с человеком Короче, все дело в выборе Что ж, дорогие друзья, это была вторая серия паразита Вот такая серия, мне она очень понравилась Благодарю, если смотрели это вместе со мной Если вам понравилось, будьте добры Поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте А также, пожалуйста, на бусте, где я выкладываю паразита на несколько серий вперед Удачи вам, увидимся уже на третьей серии Продолжение следует...